А накануне глава региона посетил с рабочим визитом Ржевский муниципальный округ. Губернатор осмотрел объекты благоустройства, побывал в учреждениях образования и здравоохранения. За всем происходящим наблюдала и наша коллега Наталья Чегет. Рабочий визит начался с возложения цветов у Ржевского мемориала. Недавно здесь появилась велопешеходная дорожка, которая протянулась до одноименной железнодорожной станции. Говоря о благоустройстве округа, Игорь Руденя рассказал о дальнейших планах по развитию окрестной территории. Начинается второй этап, это строительство павильонов, которые предназначены для встречи делегаций, для встречи наших детей, которые приезжают со всей области. И планируем уже с начала 2023 года начать третий этап, это строительство большого музея по поручению президента, который будет построен до 2024 года. В Ржевском муниципальном округе восстановлен производственный процесс на одном из крупнейших в стране комплексов «Волгобрик». Здесь выпускают кирпич флэш-обжига для облицовки фасадов. В ближайшее время ожидается запуск производства клинкерного кирпича. 160 миллионов – это колоссальный объем кирпича, который мы планируем реализовывать по всей территории Российской Федерации. У нас уже на текущий момент заключено более 200 контрактов. Мы заключили также контракты со странами СНГ, с Казахстаном. У нас есть надежные партнеры, которым мы можем реализовывать кирпич. Во время рабочей поездки губернатор посетил учреждение здравоохранения. В частности, станцию скорой медицинской помощи, в которой сделали капитальный ремонт. Также в порядок приведены гаражи для машин скорой и благоустроена территория. Сейчас вообще идешь на работу как на праздник, честно. Вот уютно. Вообще, мне кажется, коллектив такой стал сплоченный более. И удобно коллективу работать. В активной стадии ремонт поликлиники Ржевской ЦРБ. Сейчас идет первый этап работ. Запланирован ремонт кровли, помещений под будущий центр амбулаторной онкологической помощи и замена лифта. 1 октября поликлинику наши строители обязуются сдать. Мы понимаем, что это первый этап ремонта. Также на следующий год будет заложен второй этап ремонта поликлиники. Это уже оборудование, кабинеты. В этот же день Игорь Руденя принял участие в открытии нового ржевского филиала МФЦ номер 2. Здесь оказывается весь список услуг, которые предоставляются в многофункциональных центрах. Для посетителей действует 11 окон обслуживания. В филиале работают 18 специалистов. У нас здесь два зала. Один зал отделен от другого. То есть окна приема у нас отделены от зала ожидания. Соответственно, зона ожидания в этом филиале очень комфортная. В Аржеве продолжают модернизировать водозабор, снабжающий питьевой водой весь город. В прошлом году установили новые фильтры. Теперь подрядчик ведет полную реконструкцию самих водозаборных сооружений РЖЕВ-1 и РЖЕВ-2, отвечающих за подготовку питьевой воды. Сейчас строители устанавливают свай и обустраивают подъездную дорогу. Полностью работы должны быть завершены в 2024 году. Продолжение следует...